Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Петли времени, свадьба в Малиновке, карга культа из прошлого в 21 век. Сегодня мы наблюдаем процесс распада РФ. После моего выхода фильма о том, что я обнаружила на гербе московского имущества неполный герб Ватикана и то, что это уже не департамент, а отдельное министерство. А еще каждый город оказался отдельным образованием со своими министерствами. Да еще мне написали, что вот я только проснулась. Эти губернаторы, как отдельные князки, уже давно существуют. Это все похоже на распад РФ. Но еще это очень напоминает культовый советский фильм «Свадьба в Малиновке». Опять власть меняется. Время делает свои петли, и мы проходим спирали историй и повторы событий, чтобы выучить свои уроки. Народ снизу восстанавливает советскую власть. Поставь мне для благополучия печать на квитанцию, что сдал я продразверстку. Сдал? Сдал. И не как другие по пять фунтов, а сто пудов и вся власть советом. Будь добр, поставь печать. Скажу тебе по секрету, ходят слухи, будто власть перемирится. Время очень интересное. С одной стороны, есть неплохие статьи Конституции Российской Федерации для нас, простых советских граждан, которые мы сегодня, вот в этот момент, можем вполне себе использовать во благо себе, защиту себе. С другой стороны, идет дробление на отдельное образование территории РСФСР, на котором находится РФ, которая назвала себя правопродолжателем СССР. Но на всякий случай, предполагаю, что очень скоро будет подобный сюжет, когда чиновник, министр отдельной водчины, или как они там себя называют, сами запутались уже, губернаторы без губернии. Хотя вот если мы разберем слово губернатор, губернатор, вот они, где торы прописались. Губернатория, губ, губа, ерь, это твердый знак, ер, твердый знак, натория. По Википедии, губа в русском государстве – территориальный округ, в пределах которого действовала уголовная юрисдикция выбранного губного старосты. В первой половине XVI века совпадала с волостью, иногда с посадом к XVII веку, стала почти всегда совпадать с уездом. Вот откуда слово губа. Избранный в губные старосты, прямой душою и животом прожиточный человек, непременно грамотный. В случае назначения губного старосты правительством редки. Являлся в Москву в разбойный приказ, там приводился к присяге и получал губной наказ. О как! Губа – территориальный округ, ер, твердый знак, натория. Тор, если мы наберем в интернете тор, то выпадает несколько значений. Но уверена, что вы сейчас подумали о тех самых торах, что создавал Дмитрий Медведев. Торы – территории опережающего развития. Создание таких территорий внутри страны также называют китайским путем. Ну так кто бы сомневался, значит грабить будут. А вот если ждешь советскую власть, то... Современный губернатор совсем не соответствует описанию 16 века. Непрямой душой и животом прожиточный человек. А формулировка-то какая? Напрямой к живому человеку отсылает. И все понятно. Прямой душой и животом прожиточный человек. Прожиточный, который проживает, живет в данный момент. Прямой душой. То есть душа прямая. И животом. То есть и телом, и душой. Сейчас мы говорим телом. Мы раньше говорили душой и животом. Живот, жизнь. Живой. Прожиточный человек. А сейчас РФ поделена на отдельные торы, в которых сидят свои губернаторы без губерний и свои министры. Ну что в этом плохого, что хорошего? Так грабят под треугольником с глазиком, под внешним управлением. Распадают структуру РФ, а на самом деле Россию. Однако существуют надглобалистские космические законы квантовой физики развития систем. Они объективные и никто над ними не властен. Никакая глобальная или глубинная власть или глубинное государство не властны над космическими законами. Их можно только использовать. Что они, кстати, и делают. Они их используют, но во вред нам, потому что у нас нет знаний. Так вот, если идет распад чего-то, то волна идет вниз, то следующая волна идет вверх, в плюс. Есть еще и наложение волн, интерференция и резонансы. Если идет распад одного объекта, то на другом уровне идет собирание спайка другого. Кстати, процесс спайки уже начался, народ просыпается. С низов идет восстановление советской власти. А те, что не с низов восстанавливают советскую власть, и таких тоже много, это имитаторы. И-ми-та-торы. Торы. Идет возврат народа власти после любой смуты. А пока у нас свадьба в Малиновке. На морском песочке я Марусю встретил, в розовых чулочках талия в курсете. Да-да-да-да, да-да-да-да, эх, в розовых чулочках, да-да-да-да, да-да-да-да, эх, талия в курсете. В плюс спайка организма системы пойдет на пользу народу тогда, когда он становится осознанным и берет власть и ответственность, ключевое слово, на себя. Ответственность на себя. Только осознанность и ответственность болтунов и крикунов, горлопанов в сторону. Итак, осознанный выбор. В бессознательном управлять будут те, кто больше знает, у кого есть воля к управлению. Значит, народовластия – это осознанность, ответственность каждого и воля к управлению своей жизнью вместе со всеми. Там места грефам и всяким шмоном нет. И еще небольшая справка по губернаторам. С 1995 года по 2005 год губернаторы избирались жителями субъектов Российской Федерации в рамках прямого, равного и тайного голосования. С 2005 по 2012, 7 лет, назначались законодательными представительными органами субъектов Российской Федерации по представлению президента России. С 1 июня 2012 года вступил в силу закон Российской Федерации, возвращающий прямые выборы высших должностных лиц региона. Наименование должности высшего должностного лица субъекта Федерации определяется его собственным законодательством. И поэтому губернаторами во всех случаях называются руководители областей и краев. В национальных республиках губернаторам соответствуют главы республик, например, Чечня, Мордовия. В отдельных регионах также применяются наименования глава администрации области. В современной России губернатор – это высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, края области, автономного округа, города, возглавляющие, внимание, исполнительную власть на территории субъекта Российской Федерации. Значит, это надо очень чётко уяснить для себя. И когда мы сталкиваемся с наездами так называемых правоохранительных органов, которые наезжают за маски, когда человек отстаивает свои права и начинают ссылаться на законы губернаторов, так вот закон губернаторов, ткните им в Википедию, это исполнительная власть на территории субъекта. Он исполнительная, он исполняет, он не законодатель, он ничего не издаёт, он исполнитель. На территории субъекта Российской Федерации 30 ноября 1991 года Борис Немцов указом президента Ельцина был назначен на пост главы администрации Нижегородской области. Первую же неделю работы на этом месте Немцов издал распоряжение, согласно которому его главу областной власти официально нужно было именовать губернатором. Вот с кого это всё началось, с Немцова. То есть сам себя назначил, вот как им хочется власть. Думаешь, саблю нацепил, так хозяином стал над теми девчатами. Хотите, а завтра по-честному свадьбу справлю? А брат, свадьба. Также именование главы Нижегородской области губернатором было узаконено в декабре 1991 года областным советом. Таким образом он стал первым губернатором новой России. 30 июня 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому все сроки губернаторов отчитываются с 2012 года, а все предыдущие сроки обнуляются. При этом главы регионов всё равно не могут занимать больше двух сроков, но отсчёт начинается уже с 2012 года. То есть вот когда произошло ещё тоже обнуление этих губернаторов. Вот такая здесь игра. Губернатор без губерний. Губерний не существует, таких названий, а губернаторы есть. Началось это всё с Немцова. На официальном сайте налоговой, вот в этой графе риски бизнеса, проверь себя и контрагента, здесь можно провести очень интересную работу. Я немножко так для себя посмотрела, но вот рекомендую вам тоже поиграться в эту игру, где можно проверить все юридические лица всех городов, губернаторов. Там очень многие находятся в стадии ликвидации или ликвидированные, какие-то образуются новые. Что-то, какая-то движуха идёт, о которой мы ничего не знаем. Всё, они находятся, например, если я напишу департамент Пензенской области, и посмотрю департамент государственного имущества Пензенской области, получить выписку. Мы видим, что у них все ОГРН начинаются на единицу, то есть это коммерческие и юридические лица, негосударственные. В каких-то местах написано, что они финансируются из бюджета, в том числе они ведут активную деятельность. Здесь очень много интересных сведений по разным городам. Есть обычные, а есть очень даже необычные. Это я вам показываю в Пензенской области для примера. И посмотрите, как выглядит печать. Как должна быть выглядеть печать. Вот она, электронная подпись. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. А какие нам указы, приказы по маскараду, по маскам и перчаткам, вообще никак. У Пензенской области департамент имущества, он почему-то Кудинов Андрей Михайлович, временно исполняющий обязанности начальника департамента. Вот такие моменты. Почему временно исполняющий обязанности? А где настоящий начальник департамента? Куда он делается? Где эта должность? И так далее. Очень много интересных вещей. Если забивать как департамент, если забивать как губернатор. И все проверять. Видите, государственное бюджетное учреждение управления делами губернатора. То есть это управление делами губернатора и правительства Пензенской области. Допустим, получить выписку. И мы здесь видим опять государственное бюджетное учреждение управления делами губернатора и правительства Пензенской области. То есть они получают деньги из бюджета. Но ОГРН у них на единицу. Коммерсанты, юрлица. Есть еще область деятельности. И посмотрите тут, как интересно. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Вот сведения о видах экономической деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Код и наименование вида деятельности. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Машин. Сведения о дополнительных видах деятельности. Предоставление услуг в области растеневодства. Вот чем департамент занимается. Производство электроэнергии, распределение электроэнергии. Ну, наверное, эти все вещи нужны, ими нужно заниматься. Насчет растеневодства, ну, я не знаю, что там такое, что там за необходимость такая департамента заниматься растеневодцем. Производство передачи и распределения парой и горячей воды, кондиционирования воздуха. Производство электромонтажных, санитарно-технических, прочих строительных монтажных работ. производство электромонтажных работ. Почему департамент бюджетный должен этим заниматься? Трудно сказать. Управление делами. Ну, может быть. Я не буду вас вводить в заблуждение. Мне самой надо во всем еще этом разбираться и вникать. А пока завершая этот фильм, хочу сказать, что сейчас наблюдается такое двоевластие. То есть, с одной стороны, у нас по пятой статье Конституция здесь заложено то, что республика, государство, а республики входят в Российскую Федерацию. Здесь заложен распад. Это было изначально, в 1993 году сделано. Государство имеет свою конституцию, законодательство. То есть, при желании можно раздербанить. Вот когда они это все заложили. И в то же время сейчас в поправках Конституции то, что Российская Федерация, территория ее неделимая и не подлежит отчуждению. Но, тем не менее, борьба на разрыв идет, на распад Российской Федерации и на отчуждение территории. Потому что есть уже такая информация. Потому что губернаторы хотят стать князьками, как в свое время это хотел немцов. И в то же время идет возрождение правового поля Советского Союза. Идет он с низов. Но тут надо смотреть в оба очень внимательно, потому что сейчас будет псевдо-восстановители СССР. Их огромная тьма. Потому что на граждан СССР огромные-огромные богатства. Поэтому все эти псевдо-восстановители, эти опекуны, они сюда уже ринулись. Они сейчас все переобуваются. Они все такие белые, пушистые. Будьте бдительны, пожалуйста. Мне самой очень много пишут. Мне приходится очень много отвечать. Говорят, что это провокатор и там провокатор. Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны. Только сердцем слушайте, кому отдавать предпочтение. И самое главное, надо самим во все вникать и самим разбираться. Только тогда это будет настоящее народоправие. Настоящее. Потому что человек несет ответственность. Не получится, что кто-то за меня это сделает. Да, надо садиться, тратить время и разбираться вот в этих законах. Их не так много, самых главных. Но в этом надо разобраться. Самоидентифицироваться. Обязательно. Как только происходит самоидентификация, как правильно сказал Греф, то человек, его уже не свернуть. Он встает на твердую почву. Он понимает, что и зачем он делает, и куда он идет. Он видит свои цели. Чего я и вам всем желаю. Видеть свое будущее ясным, четким. Правильную цель и правильное движение. Интуиция, мозги, знания, труд. Трудиться надо. Да, потому что надо новые нейронные пути создавать в корее головного мозга, в сознании которых нет. Потому что если человек раньше этими бумажками в этих изоповых языках ничего не разбирался, не вникал, то сейчас приходится. А как же? Иначе нас просто загонят. Или мы сами берем власть в свои руки и ответственность на себя, свою народную власть возвращаем. Или сами знаете, что будет. Но не будем думать о плохом. Я вам желаю всех благ. Я вам желаю отличного настроя. Впереди у нас у всех очень много работы. А пока идет время смуты. И пока у нас свадьба в Малиновке. А вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Всех вам благ.